С кем она и выключилась? Хорошо, так, итак, мы сейчас будем составлять, мы сейчас с вами, исходя из коучинговой модели, которая называется ГРОВ, модель ГРОВ, это классическая форма, которая используется для того, чтобы, где G стоит, как означает, как ГОЛ, то есть ЦЕЛЬ. Я чуть-чуть завалила голову, видная доска. В общем, где G стоит, у нас означает ГОЛ, это ГОЛ, это ЦЕЛЬ, Р это РЕАЛИТЬ, что происходит РЕАЛЬНО, О это ОПЦИИ, и В это WAY TO GO, это то, что мы будем делать для того, чтобы достичь данной цели. Сейчас мы рассмотрим... ОСТ, это что? О, это ОПЦИИ, или наши ОПЦИИ, да, ОПЦИИ, которые мы имеем для того, чтобы достичь данной цели. Ну, мы сейчас не будем детально рассматривать все эти основные части отдельно, а тема. Мы сейчас остановимся с вами только на первой группе, на GGO, на ЦЕЛЬ. А W? W это WAY TO GO, это по-русски означает, что я буду делать для того, чтобы достичь поставленной цели. Итак, мы сейчас остановимся с вами только на первой части, вот именно на ЦЕЛЬ. На ЦЕЛЬ, это пока мы будем смотреть, но сегодня у нас рассматривает только ЦЕЛЬ. Как у нас много ЦЕЛЬ, это буквы G и это буквы GO и ЦЕЛЬ, окей? Итак, ЦЕЛЬ у нас должна проходить по стандартам, по предупреждениям модели SMART называется. SMART называется. SMART, английское слово. Что означает? Записываем. Вы пишите SMART, вы пишите в английскую календарь, а потом, на каждой мухой, и будет расшифровка на русском языке. SMART. OK. S означает, что цель должна быть специфическая, конкретная. Цель должна быть специфик, конкретная. Цель должна быть очень конкретная. То есть, если я хочу стать счастливым, то ты должен определить для себя, что такое стать счастливым, ты должен обозвать, что для тебя такое ты всего. Ты всего должен сказать для себя, что такое для меня счастье. Пойдем пример. Я хочу стать статистикой. Что такое для тебя счастье? Когда я работаю сам для себя, то есть я, опять же, помню, да, все должно быть мотивированно проходить. Я подумал, обязательно поговорил и записал. Всегда, когда я делаю такой брейн-стром, ставлю себе задачу, я должен работать всегда, русская тетрадка, пока я не написал мои цели, мои задачи не начнут работать. Обязательно. Просто находится в уме и не работает. Вспомните пример, скажем, вот в статистике цели. Когда я думаю, как мне завтра встать в 3.30 и начать с духовной практикой. Или встать по часу и начать бегать. Ну да, я думаю, да, это здорово, это хорошо, это для здоровья. Классно, супер. Хорошо, завтра встану. Нет, завтра дня. Ну ладно, послезавтра. С понедельника. С понедельника точно. Я стану воду бегать. Вступает в понедельник. Время в будильник. Такое крыло. Ой, надо же бежать тело. Ум понимает, что надо делать. А здесь опять, да, здесь не хочется. А здесь-то не хочется. Тяжело, не могу, не хочу. Убирается. И мы боремся. Хорошо, если переборолся. Супер, хорошо. Час терпения. Бум. Уменьшается. Час терпение. Суденье опять. Уменьшается. Потом баба. Наш банк. Чёрт, понимаете. Не нужно мне задеть. Я уже пробовал. И стену сказал, что это плохо. И так. Поэтому. Цель должна быть специфичная. И когда вы как раз то, что мы при этом все посмотрели, что цель должна быть специфика. То есть очень конкретная. И это конкретная цель, которую мы себе записали, чтобы она у нас была правильно работала. Чтобы она должна отзываться в нашем сердце. и в нашем соответствующем центре. Да? Угу. Это очень важно. Есть? Угу. Когда вы проговорите, ещё вопрос такой очень важный. Когда вы говорите, что такое для вас специфик, то есть специфик, должна быть специфик, конкретная. Вы должны очень чётко понимать, ещё раз говорю, очень чётко понимать, что означает для вас вот конкретная задача. Что значит стать богатым? Что значит у тебя стать счастливым в семье? Что значит стать тепеливым даже? И что такое научиться любить мужа? Хочу научиться любить мужа. Что такое, что ты подразумеваешь? Когда говоришь, что хочу научиться любить мужа. Чётко должен себя знать и прописать. Когда это будет чётко, то есть я должен обозвать конкретными, неконкретным содержанием то, что я хочу достичь. И просто общим словом. Я уж не говорю о том, когда мы говорим с партнёром, да? Я тебя люблю, ты меня не любишь. Нет, я тебя люблю. У неё свои, а язык любит другой. Для него любовь – это проявление материального внимания, а для неё любовь – это тактильное. Она говорит, ты не любишь? Да что, слушать, подарки, машина, отдых. Она говорит, нет, ты не любишь, ты меня не обнимаешь, ты меня не прикасаешь, ты вообще летом не обнимаешься, лучше туда. Это то, что у нас должно быть чётко обозначено. Дальше следующее идёт – measurable. M – это означает, что цель должна быть измерима. Цель у нас должна быть чётко измерима. Что значит измерима? Нам должны быть конкретные единицы. Скажем, если я говорю, что я хочу стать богатым, heap – стать богатым, ок? Значит, в моём примере измеримое – это будет что? Я серьёзно говорю, что я хочу заработать миллион долларов. Не просто стать богатым, а хочу конкретно, я должен заработать миллион долларов. Значит, конкретика, и что мы говорим, конкретненький, она должна быть когда у нас, по поводу специфика. Я говорю, что я хочу заработать миллион долларов ещё конкретно через год. Не просто миллион долларов, то есть когда, что, когда, четко скажу, что это, специфическое, что, и сколько, когда, то есть все, что касается, то есть нужно быть измеримо. Допустим, хочу быть внимательным, хочу развить внимание своей жене, любить свою жену больше. Как любить? Значит так, буду ей два раза в неделю подавать чай с медом в постель, два раза, и, конечно, в чем два раза полюбить? В субботу и воскресенье, когда Антон. Вот это будет более специфично, да? Так? И допустим, еще могу более специфично скажем, я сделаю тот чай, который она любит. Не тот, который я люблю. Который она любит. Мне тяжело его делать вообще-то, конечно, на ошибки потратить, но для нее я сделаю, потому что я буду пройдать любовь. Окей? Вопрос есть по моему желанию? В измерении моего женщины, да? Дальше, A, smart, A, это значит achievable. Цель, которую я ставлю, она должна быть досягаемой. Досягаемой. То есть, как бы, если я сегодня купил учебник по китайскому языку и решил ставить себе цель. Так, ну, я хочу изучить. Я изучу, значит, изучу две книги китайского языка и, в общем-то, стандартного китайского языка. И вот хочу через год, через неделю я уже хочу китайский язык знать. Через неделю я уже хочу изучить китайский язык. Никогда не смогут, да? То есть, если проверяем, насколько эта цель у меня досягаема, могу ли я ее досягнуть. Да? Или тоже спортсмен, который никогда не поднимал 10 килограмм, говорит, а так я, через 2 дня, 100 килограмм поднимать, там все такой цель. Четко это приятно, все, все классно, супер, но не проходит по очевидному. Недосекаемая цель. Дальше. Р. Реальная. Цель должна быть реальная. Realistic. Real. Если я хочу, так же, если я хочу выйти замуж. Хочу выйти замуж за... за мужчину. Значит, у старого. Нет. А хорошо, супер, хорошая идея. Когда ты хочешь выйти замуж? Ну, через неделю. Хорошо, через месяц. Через месяц. Через месяц.